ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Юмор.ФМ Те, кто не верил, что мы говорим правду, друзья, всё, это случилось. А у нас сегодня в гостях с самого утра он, российский юморист, актёр, батец троих детей, шоумен, Мужчина, Рома Юдусов. Всем доброе утро, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Бодрый, бодрый, классный. Отдельный привет таксисту передаёт, который он сюда ему привез. Спасибо большое таксисту на белой Toyota Camry, номера не помню, который так меня качал сейчас по дороге сюда, что я без спорта прийти не могу сюда. Но мне ребята дали конфетку, сосалку. На, пососи, всё пройдёт. Ну и как, проходит? Проходит. Это хорошо. Так, друзья, не зря сегодня Роман у нас оказался в гостях. Дело в том, что во второй раз уже, да, Ром, получается? Да, второй раз. Я так рад, я счастлив, я хочу вас обнять. Дайте мне руки. Давайте вместе обнимемся и скажем, а как-нибудь вместе крикнем доброе слово. Какое? Доброе! Юмор-ФМ! Юмор-ФМ! Класс. Ну всё, можно расходиться под стаканом. Да, второй раз я счастлив. Я счастлив, я очень рад, что мне посчастливилось второй раз провести Юмор-ФМ-чарт на МОЗ-ТВ. Я всю жизнь мечтал об этом объявлять артистам. Артистам, да. Пятнадцатое место! Филатов и Кайрас. Акип... 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 Тойкино-рецепты там есть. Да, точно. И такие тоже есть. Мы проверим сегодня, насколько... Полина Гагарина! Первое место! Проверим, насколько хорошо ты знаешь факты об артистах, которые представлены в Юмор-ФМ-чартах. Вообще не знаю. Значит, мы тебе... Значит, будет точно весело. Давайте. Так, но прежде чем к этому будем переходить, да, друзья, стоит напомнить, что Юмор-ФМ-чарт выходит в воскресенье на телеканале МОЗ-ТВ ровно в 11.00, ну а ровно в полдень на Юмор-ФМ, на волнах веселого радио, можете все переслушать. Да. Вот роман собственной персоной будет и там, и там. Да. Он как... Да! Да! Да-да-да! Вот это старое доброе... Так, но прежде чем перейдем непосредственно к проверке твоих знаний, к срезу, так сказать, вопрос следующий. У нас сегодня тема эфира такая. Сегодня день экскурсовода всемирный отмечается. Ух ты! Вот такая история. И спрашиваем, куда бы, например, вот ты в своем городе, ну, допустим, в Москве для начала, да, повел гостей в самую-самую первую очередь? В самую первую очередь я бы повел гостей на Станковскую телебашню. Почему? Потому что я, во-первых, рядом живу. Так. Академики Королева. Нет. Марина Роща. А, ну там рядом, да, все равно. Да. И подняться наверх на вот эту знаменитую... Ну, я просто сейчас не знаю, ресторан работает или Седьмой Лево был ресторан. Да, 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 да. Но экскурсии на телебашню есть. Там, правда, надо записываться, по-моему, заранее. И там очень интересно. Очень интересно. И стеклянное дно есть. Не все, правда, но кусочками. Так, ну что, после эфира едем к Роману в гости. Я не был ни разу. Я тоже не разу. Поднимитесь, друзья. Это же, ну как, ну вы что? Пойдемте прямо сейчас. Пойдемте. Так, значит, что у нас там? Егор Харидт прямо по курсу, да? Мы пошли. Так что Астакси Телебашня, да. И там, в принципе, рядом парк прекрасный, который... Астакси Телебашня, парк, который переходит в... В пруд. В пруд. В вудыне. В ДНХ. А в ДНХ вообще отреставрировали. И так отделали, что просто... Да, да, вот это я видел. Вот это я видел, да. Там же канатная дорога откроется, а также там открылось колесо обозрения солнца... Солнца? Москвы? Солнца, да. Солнца столицы как так. Да, поэтому просто приезжайте, и я вас проведу по всем местам. Договорились, круто. Фраза так отделали, как будто ты не про ДНХ вообще говоришь. Как будто у него справились на Москве, как будто у него контракты есть. Вот так тебе разговаривают. А еще там Москвариум, а еще там Экотропа. Были на Экотропе? Не разговаривали. Все, Ром, мы поняли, что ты действительно живешь рядышком там. Так, ну а родом ты вообще из города Кимовска, да? Да. Ну как, я родился в Москве, а в школу ходил все одиннадцатый класс, все школьные годы я провел в городе Кимовск. Где это? В Тульскую область. В Тульскую область. Приезжайте в Тульскую область. У нас тоже очень прекрасно. Я в Туле был. А вот непосредственно в Кимовске куда бы ты повел в первую очередь? Какие там достопримечательности есть? Ребят, во-первых, железная дорога. Железная дорога, во-первых. Лес. Прекрасный набор прекрасных локаций. Много различных. Вообще, город Шахтерский, там очень много прекрасных, замечательных карьеров, где можно купаться, ловить рыбу, собирать грибы. Да, там месторождение Новомосковское называется в Тульской области. Я знаю, у меня там друзья, кстати, в Новомосковске. Да, Новомосковск, мне кажется, известный город. Да, конечно. Вот просто про Кимовск я услышал впервые, поэтому интересно. Да, я тоже. И я услышал впервые, что это Шахтерский город. Да. Обалдеть. Я вообще не подозревал. Много прекрасных, замечательных водоемов, где водятся замечательных, много... Женщин. Рыб. Женщин, рыб. Вы приезжаете, у нас там исток Дона, у нас там рыба... Ребята, рыбака, какая у нас рыбак? Приезжайте. Поехали сейчас. Роба классная. Желание дикое, конечно, поехать прямо сейчас. Так, ну а ты все-таки у нас ведущий музыкального чарта. Да. Юмор ФМ-чарта Новосковского. Давай пару слов о музыке. Между прочим. Какая музыка всегда должна играть у Романа Юнусового в автомобиле? Ой, ну всякое разное. Я на самом деле люблю и старые какие-то хиты. Майкла Джексона обожаю. О, ну, выбор хороший. Люблю нашу русскую. Вот, так скажем, эстраду. Эстраду, да. Ну вот, поэтому, мне кажется, как-то от настроения зависит. А вот есть какой-то у тебя трек, который позволяет тебе быстро проснуться, быстро взбодриться? Вот ты вообще как? Ты сова или жаворонок? Я... Саворонок. Я подстраиваюсь. Жава. В зависимости от рабочих планов, да? Да. Кто это? Какое животное, которое подстраивается? Хамелеон, получается. Да, точно. Хамелеон я. Ну вот есть какой-то трек, который всегда тебя бодрит, знаешь, позволяет... Майкл Джекса, наверное. Я думаю, что да, вот любой вот трек возьми. Билли Джинс или Блэк О'Вайт. Скрип колеса. Скрип колеса. Неизвестно. В последней туржине был скрип колеса. Так, ну окей. Давай переходить к тому, с чего начали. Юмор ФМ Чарт. Вот еще раз напоминаем, что на телеканале Муз-ТВ в воскресенье в 11.00 роман представит во всей красе. Уже, кстати, первый был выпуск, по-моему. Когда? Что на сегодня? В воскресенье. В 11 утра был. Да, вот. Поэтому я уже даже посмотрел себя чуть-чуть. Мне понравилось. Это главное. Немножко надо похудеть. Вот здесь, кстати, на мониторах у вас очень такой худенький, хороший. А там немножко полненький. Надо чуть-чуть подбросить. Это просто, знаешь, известный факт, что немножко экран полнит. Да. Но меня, мне кажется, полнит в раза в два. Там уже индивидуально все. Поехали. Значит, смотри, Ромка, как будем действовать? Я зачитываю тебе сейчас какой-то факт об артисте, который представлен в Юмор ФМ Чарте. Ты попытаешься угадать, о ком идет речь. Давай. На самом деле, ничего сложного, все логическим путем можно вывести. Поехали. Значит, это певица. Она ходила в школу, о которой, точнее, пел Высоцкий. Где мои 17 лет на Большом Каретном? По версии Forbes заработала 6 миллионов долларов за год. Ого. А вариантов будут? Нет, вариантов не будет. Ну, москвичка, явно. Явно москвичка. А москвичка, ну, значит, Полина Гагарина. Верно. А ты вариант попросил. Хорошо. Супер, супер. Поехали дальше. Кроме музыкального, у этой дамы есть высшее юридическое образование. Окончила она также и эстрадное отделение Академии театрального искусства. Есть диплом педагога по вокалу. Названа в честь героини очарованной души Ромэн Ролана Аннет Ривьер. Они-то царь. Ну, вот вообще просто. Абсолютно верно, да? Конечно, да. Красавчик. Я их знаю все-таки. Бодренько идем. Ну, на самом деле, его герои всего восемь было, да? Поехали по мужчинам. Теперь, как бы это ни звучало. По мужчинам. В московской школе, которую закончил будущий артист, в честь него устроили небольшой музей. Есть несколько театральных наград. Две чайки и хрустальный турандот. Хрустальный турандот, да. И две чайки. И небольшой музей в школе, где учился. В театре. А на Тверской есть какой-то театр. Я не помню, как он называется. На Андерском бульваре. Может быть, Лазарев, Сергей Лазарев? Да? Да вы что, как я? Хорош! Черт возьми! Ну, слушай, ты из всех ведущих хюмор ФМ-чарта справляешься пока круче всех. Да? Реально, реально. Там, на самом деле, я напоминаю, там 15 мест. То есть я начинал с 15 места. Да, у меня, кстати, все факты вообще в разноброс подобраны об артистах. Поэтому там нет никакой логики. Значит, этот дуэт принимал непосредственное участие в создании популярной песни Хабибки, Ягода Малинка. Они вообще, изначально эти чуваки, они авторы. Да. А потом они спереди... Сейчас, на самом деле, нужно ответить, что очень много дуэтов появилось на нашей эстраде. Вот все... Дуэты. Никто не справляется в одиночку. Вдвоем надо. Ну, тогда... Да. Да. Я думаю, что это... Ты нас не забалтеваешь. Может быть, ну, у меня... У меня, ну, сейчас вот на языке крутится Филатов и Кэрис. А еще есть дуэт? Еще есть, да? А, Галибри и Марин. Конечно! Да! Галибри и Марин. Сто процентов. Ну, и финальный факт об артисте. Не имеет музыкального образования, однако при этом, может быть, любой, однако при этом умеет играть на гитаре, в фортепиано и даже на губной гармошке. Вчера сидел на твою песню. Между прочим, да. Молодой. Чувствуешь тепло из Красноярска? А, если молодой, то... Молодой, молодой. Этот, Дмитриенко. Да! Е-е-е! Ваня, да? Просто, да. Просто идеально. Просто идеально. Выяснили, что Юдусов читал сценарий. Кстати, по-моему, 17 лет. Ваньке, да, Ваньке, 17 лет. Да, и уже такой успех. Вчера, когда приходил к нам в гости, презентовал альбом, у него 18 февраля. И ел ролл. Да. Все, что я ее узнаю. А я сосу эту... Конфетку. Риску говорю. Барбариску. У нас все что-то едят в студии. А еще у нас сегодня... Параллельно, Ром, тебе привет передает Светик. Говорит, огромный привет Роману Юнусу. Обожаю. В старом каменде люблю номера с Романом. Кстати говоря, твой номер про опись квартиры Жанна Гузарова же мой любимый, ты же понимаешь. Да, да. Жизнь несусветная в ларца. Ой, мы столько написали Жанну Гузару. И что у нее в аэропорту задержали и нашли. А он тоже был? Да, да. Коленки кузнячка. Что у нее на даче было. Украдены вещи из дачи. И потом фуршетный стол мы делали, чтобы на дне рождения у нее было на столе. Вот там много всего. А мой любимый номер в вашем исполнении, в исполнении сестер Зайцевых, это, конечно, сказка о царе Салтане ремикс. Это легендарная вещь. Три девиза под окном, пряли из стеклого окна. Как бы я была царица, я б тусила. Инца, инца. Что ты, я б для батюшки царя родила воротаря. Кажа, батюшка, видите, Агус, я боюсь, что не управлюсь. Хоть и маленький был срок, родила царицем срок. Я могу, я могу, если что. В гостях у нас сегодня человек, из-за которого лично мне вчера пришлось в 10 часов вечера поесть плотненько. Это как? Вот так вот. Был ты, значит, в гостях на одном телеканале, который назван Днем Недели, в кулинарном шоу. А, да, был. И так ел вкусно, что я не удержался. А где он был? В гостях у господина Явлева. В сказке? В сказке, да. У Явлева? Да. А Роман Янусов? Мы пробовали итальянскую пасту, лазанью. Не начинайте. И было это действительно вкусно. Это было реально вкусно. Так ел вчера просто. Я думаю, я встал и пошел ехать. Пришел в студию, опять ест, да? Лизей ест. Включайте телевизор, там Роба ест. Очень вкусно. Это новое шоу, я просто ем на камеру различные блюда. АСМР. Вызываю, так скажем, аппетиты у телевизора. У людей, да. Так, Ром, мы в курсе, что ты задействовался в спектаклях. Да, есть такое дело. Расскажи немножко о них. Как твоя актерская вообще карьера? А сейчас спектакль, которым я играю, участвую очень в Москве. Сейчас вот поедем в Сочи, в Питер. Как называется? А подыскиваю жену недорого. Называется спектакль. Ему уже больше 10 лет. Играем мы вместе с девчонками из Comedy Woman. Маша Кравченко, Катя Скулкина, Надя Ангарская. Вот, то есть, постоянно гастролируем, постоянно ездим по всей стране. Поэтому, если видите афишу спектакля «Подыскиваю жену недорого», приходите обязательно. Это очень смешная комедия, правда. Как будто бы Петя Листерман режиссер должен. «Подыскиваю жену недорого». И ставим новые, но про новые, наверное, говорить пока не хочется, чтобы не спугнуть, так скажем. А как будет, сразу вам сообщу. Подписывайтесь на меня, Юнус Фроман. Да, да, в соцсетях. Да, все очень просто, без всяких там нижних подчеркиваний. Просто Юнусов. Галочка, зайка, рыбка, собачка. Просто Юнусов Роман. Мы сейчас проверим тебя на профпригодность, так сказать. Актерский тренинг тебе предстоит, но со сказкой мы уже определились. Это сказка о царе Салтане. Что будет происходить? Ты просто начинаешь читать. Да. Сначала как Роман Юнусов. А мы тебе потихонечку, голосом электронной женщины, будем вкидывать какие-то предлагаемые обстоятельства. Круто. Читаешь как? Давай начинать. Роман Юнусов, сказка о царе Салтане. Поехали. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Ребенок. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крестный мир приготовь лапья пьет. Невесомости. Кабы я была царица. Такая невесомость. Говорит ее сестрица. Очень замерз. На весь мир отталкала. Под градусом. Кабы я была царица. Третья была сестрица. А я для батюшки царя. А родила богатыря. Только Выбыл Видеть успела Двери Тихонько Заскрепила И в светлицу Входит царь Болеешь за Спартак Стороны Той Государь Ну и хватит Все время разговора Было круто Хватит Слушай, верим Все Все Верим Мне просто так Хлеб свой Это мой хороший Мой хороший И надо сказать Что я все-таки Болельщик лока Я тоже Только лока Только победа Самый лучший коллектив Это наш локомотив Я бы сейчас зарядил От красно-синих Но ладно Нельзя такое Нас двое Но вас меньше Я не в том положении Чтобы выпендриваться Согласен Согласен Ой, спасибо Классно было Было классно, действительно Да, Рома, очень смешно Спасибо Спасибо вам, ребята Так здорово Я, кстати, конфетку проглотил В какой момент Насосался Так, Ром, ну давай пробежимся По твоим дальнейшим планам Мы уже выяснили, что спектакль будет в Сочи Да Где еще что тебе А, кстати, что с проектом У тебя был замечательный проект Как он со спортом связан Спортивный интерес Совершенно верно Спортивный интерес Шоу, где я проверяю на себе Различные виды спорта Это очень круто Всехронное плавание Представляете Алла Шишкина Наша Замечательная Олимпийская чемпионка Подготовилась Я выполнил Несколько элементов Всехронного плавания Обалдеть Меня Никита Нагорный Научил сальто делать назад Никита Нагорный Это вот сколько раз Я с ним был Особенно в ресторанах Все заканчивается тем Что все ждут Когда он сделает сальто Назаду Он говорит Никитоз домой походу Нет Правда Меня научил сальто делать назад Я сделал сальто назад Это круто Ты реально говоришь? Да Это сложно? Нет Как оказалось Но нужно Чтобы Была какая-то мягкая Ванна с кубиками Ну типа куда прыгать Куда прыгать Потому что можно Конечно Ну знаете яма Яма с поролоном Да Совершенно верно Вот Поэтому выходит проект Спортивный интерес Выходит на платформе Рутюб Уже вышло 8 выпусков Сезон У нас сезон И 12 выпусков Еще осталось 4 выпуска И скорее всего Возможно Я сейчас приоткрою Так 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 Да Что Нет Только при закрой Обратно Ну давай Проект так залетел Короче что возможно Скорее всего Я даже Вот так вот Сделал Крещу Прям где-то на теле Так-то Да Матч ТВ Возможно О-о-о Опа Класс Класс Так что Кто Не успел Посмотрите Прямо сейчас На Рутюбе Спортивный интерес Ну а еще раньше Романа можно увидеть В воскресенье В 11.00 На телеканале Муз ТВ Ёмор ФМ Чарт А ровно в полдень Все переслушиваем Он назовет всех исполнителей Он их прекрасно знает Он нам это продемонстрировал Рома спасибо что пришел Мы рады были провести С тобой эти минутки Да Недолгие Вот так Как так то Я не хочу Ну ты посиди Мы сейчас погоду Спасибо большое Спасибо друзья У вас так классно Весело Здорово Слушайте Юмор ФМ друзья И смотрите Муставы Пока На Юмор ФМ Лук и шоу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова